Поздравление в канун Дня Независимости принимала и Анна Фёдоровна Лаврук. Награждённая труженица тыла Великую Отечественную войну встретила в российском Воронеже, совсем юной, в 14 лет. Работала наравне со взрослыми и также мужественно переносила все тяготы тех лет. Разрешите мне от Мозорского районного исполнительного комитета, от себя лично, от члена Совета Республики, Слинку Олега Михайловича, поздравить вас с этими праздниками, пожелать вам крепкого здоровья, самое главное, чтобы, как я говорю, и на День Великой Победы, чтобы мы с вами чаще встречались, и вы хотя бы в таком здравии нас всегда встречали. Конечно, приятно заходить вы всегда и можете что-то вспомнить, рассказать для молодёжи, для нас, чтобы мы помнили, каким трудом добывалась эта Великая Победа. С визитом у Анны Фёдоровны сенатор Олег Слинько. И это оказалось символичным. Уже в послевоенное время Анна Фёдоровна пошла трудиться в сельское хозяйство. Её стаж в этой сфере больше 50 лет. Что бы сегодня пожелали вы молодёжи? Молодёжи, чтобы больше работала и не обращала ни на какое внимание, а защищала Беларусь. Они не видели и не слышали, а мы всё это прошли. Мне было 14 лет, ещё не исполнилось, а меня забрали на окопы Коровская дуга и Воронеж. Вот там мы 5 месяцев не отступали, потому что не было приказа отступать. И всё-таки дошёл до Дона. Мы самые это, и наш Воронеж был город Героев. Задержали, уже больше дальше не пустили. Бои, вы сами знаете, 6 месяцев. Нас выгнали. Нас загнали в лагеря. Осень, под открытым небом. Вот такая жара была, лето. Не петь, не есть. И выжили. Олег Михайлович сегодня возглавляет флагман сельхозпромышленности района – совхоз «Комбинат Заря». Но главная тема этого дня всё же другая. Как и на День Победы, сегодня мы в преддверии дня освобождения нашей столицы, города Минска, чествуем то небольшое количество ветеранов, которые остались на сегодняшний день. И действительно им надо уделять очень большое внимание, потому что это единственные свидетели тех ужасов, которые происходили в те годы. И, конечно, если мы будем слышать эту трагедию, которая была в те годы из их уст, то, конечно, мы будем задуматься о своём будущем. Надо это всё передавать молодёжи, чтобы мы помнили и знали, каким трудом, какой ценой, сколько полегло человеческих жизней, чтобы мы сегодня имели светлое небо над головой. Посещение ветеранов войны, фронтовиков, тружников тыла, блокадников и узников концлагерей в канун 3 июля – одна из важнейших традиций региона. Таким образом, мы отдаём дань уважения и памяти павшим на полях сражений во имя освобождения Родины и чествуем поколения победителей за их ратные и трудовые подвиги.